Приветствую! Сегодня мы поговорим о том, как выбрать жиросжигатель. Я выделил несколько важных моментов. Самый первый, самый основной, ключевой, как бы я сказал, это при выборе жиросжигателя всегда пичешь пальцем в небо наугад. Почему это происходит? Каждый человек по-разному ощущает разные добавки, разные стимуляторы. Соответственно, один стимулятор может переноситься нормально, от другого тебе становится плохо, третий чрезмерный, пятый вообще кошмар, просто буквально лежишь везде, ничего не можешь делать. Ну, понятно, да, по бочке, и, соответственно, как это дело переносится, и в дальнейшем, да, можешь это принимать или нет. Это важный факт. Плюс еще есть ребята, которым, в принципе, на мелке напиши жиросжигатель, они его будут жевать и похудеть. То есть элемент плацебо тоже никто не отменял, да. Второй момент, который выделяют чаще всего жиросжигатели из такой наиболее рабочей категории, они там варьируются от полторы до двух с половиной тысяч рублей. Это вот такой средний, скажем так, ценник для жиросжигателей, которые более-менее нормально работают, там средняя категория и выше. Импортные зарубежные сейчас стоят там в районе 3-3,5-4 тысячи, но есть большая проблема с импортными жиросжигателями сейчас, потому что из-за честного знака, из-за того, что на таможне активно требуется здесь государственная регистрация на импортные штуки, соответственно, на многие популярные раньше жиросжигатели просто этот документ не сделать, ввиду того, что состав не соответствует российскому законодательству, их не ввести. Из-за чего как бы местные барыги просто делают баночки с одинаковой этикеткой, пишут там Made in USA, хотя сделано в России, и продают типа это импортный жирик. Ну, просто не нарывайтесь на таких, это сейчас основная такая проблема импортных жиросжигателей, в принципе, ну, предтреников и других спортивных добавок. Следующий момент довольно важный – это ваше здоровье. Соответственно, если у вас есть там проблемы с давлением, если у вас просто какие-то лютые обострения, каких-то хронических болячек и так далее, и какие-то такие тяжелые моменты, то, соответственно, довольно наивно думать, что жиросжигатель сделает тебе какое-то добро. Жиросжигатель – это штука, которая изматывает твой организм, то есть это он повышает нагрузку. То есть есть некоторые тяжелые жиросжигатели, которые просто пьешь, и тебе потом нужно два дня отсыпаться после этого, чтобы просто восстановиться, настолько сильно они тебя выматывают. Соответственно, именно по этой причине, если у тебя какая-то жопа за здоровьем, то смотреть, в принципе, на жиросжигатели не нужно. Возьми там диету хорошую, я того же там Доктора Берга рекомендую. По тренировочке на крайняк просто прогулки по улице тоже идеально зайдет. Ну и, наверное, в самый последний момент, такой ключевой, важный, который вот я лично бы от себя добавил. Если ты выбираешь жиросжигатель, смотри, пожалуйста, вот тут на то название, вот тут в уголке экран написан, жиросжигатель Дриме. Там и пробничек есть к нему, в принципе, чать с него. И на этом все. Подписывайтесь. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok